Васюганские болота Признаны самой крупной системой болот в мире. Этот уникальный природный комплекс отличается невероятной красотой и богатством растительного и животного мира и считается одним из семи чудес России. Но также это место признается одним из самых опасных на Земле. Какие загадки скрывают Васюганские болота? И что за странных существ видят в этом районе местные жители? Болото ждут нас! Васюганские болота Признаны самым большим болотом в мире. Они занимают территорию в Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе России. Общая площадь составляет свыше 50 тысяч квадратных километров, что позволяет уместить на их территории Москву аж 50 раз. Этот водоем содержит огромные запасы торфа, служит источником пресной воды для близлежащих регионов, а также природным фильтром воды и воздуха. Его площадь составляет 53 тысячи квадратных километров, а его объем 400 кубических километров. Вытекающие реки Бокчар, Васюган, Демьянка, Чулым и другие. Климат континентальный. Изумительной особенностью этих мест эксперты считают обилие воды, которую топи хранят в своих глубинах. Согласно теориям геологов, объем воды в этих топях достаточен, чтобы обеспечить все население России питьевой водой на 4 тысячи лет вперед. Васюганские болота находятся в окружении густой тайги, признанной самой густой и труднопроходимой на земле. Тайга покрывает более 550 тысяч квадратных километров. Благодаря высокой плотности растительного покрова и сложности доступа, Васюганские болота остаются почти неисследованными и неизменными человеческой деятельностью. Здесь можно обнаружить целый список редких видов растений и зверей, адаптированных к суровым условиям северной природы. Процесс заболачивания в районе Васюганских болот начался порядка 10 тысяч лет назад. Происходило это путем зарастания водоемов с застойным водным режимом. Погибшие растения и животные, почти не разлагаясь, опускаются на дно, где на них длительное время воздействуют микроорганизмы и медленно превращают их в донный ил. Так толщина ила увеличивается и уменьшает глубину водоема, способствуя ускорению прогрева воды. Теплая вода обуславливает активную жизнедеятельность представителей флоры и фауны, количество которых возрастает, утолщая донные отложения настолько, что водоем практически превращается в участок суши. В случае Васюганских болот водная растительность развивалась изначально на маленьких обособленных участках, впоследствии объединившихся в единую систему, территория которой продолжает постоянно увеличиваться. Считается, что еще 500 лет назад в Трясине была только четвертая часть современных Васюганских болот. Сегодня же их площадь достигает 53 тысяч квадратных километров. Десятую часть болота, около 615 тысяч гектаров, занимает недавно образованный заповедник Васюганский, претендующий на включение в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, как памятник природы с уникальной экологической системой. Главным свойством болотистых участков является способность торфообразования. Васюганские болота интересны и с этой точки зрения. Ученые пришли к выводу, что в них сосредоточены колоссальные запасы торфа, которые использует Россия в качестве топлива, а также стройматериала. Только на исследованной местности залежи, сформированные на глубине около 2,5 метров, составляют больше миллиарда тонн. Выполняющий важную климаторегулирующую функцию и противодействующий парниковому эффекту, Васюганские болота считаются вторыми по значимости с зелеными легкими земли после Амазонки. Защита планеты от тепличного эффекта происходит благодаря поглощению болотами до 10 миллионов тонн углерода ежегодно и накапливанием его в торфе. Производит же водоем порядка 4 миллионов тонн кислорода каждый год. На болотах растет много полезных дикорастущих растений и ягод, таких как клюква и голубика, а также с полсотни видов лекарственных растений. Это сабельник, болотный, валериана и другие. Фауна самых больших болот северного полушария представлена более чем 160 видами животных, среди которых распространены северный соболь, лось, бурый медведь, норка, выдра, бобер, росомаха и другие. Встречаются тут и такие птицы, как беркут, рябчик, глухарь и тетерев. Среди местных обитателей краснокнижными являются около двух десятков видов, среди которых соколы-сапсаны, северные олени, малые кронштнепы и орланы-белохвосты. А теперь вопрос для зрителей. Эта птица когда-то обитала на Васюганских болотах, а ныне практически исчезла из мировой природы. Что же это за птица? Я жду ваших ответов. Большое Васюганское болото отличается своей крайней труднодоступностью. До некоторых деревень, лежащих на окраине, еще можно добраться на автомобили повышенной проходимости. Однако дальнейший путь придется преодолевать, скорее всего, только пешком. Возможно, поездка и на гусеничном вездеходе, но и его применение довольно сильно ограничено из-за топий. Имеется также возможность осмотреть болото с воздуха. Некоторые томские турфирмы организуют вертолетные экскурсии. Но посещение Васюганских болот является довольно опасным и требует некоторой подготовки и опыта перемещения по таким местам. Здесь имеются многочисленные топи, водится огромное количество медведей. Однако, даже видавшие виды путешественники не рискуют отправляться в район Васюганских болот в одиночку или даже в составе небольшой группы. А если уж ехать на болото, то только полноценной экспедиции, состоящей из опытных и подготовленных подобным походом людей, чаще всего на вездеходах. Новичкам же на Васюганских болотах делать нечего. Действительно, лишь один неосторожный шаг, и человек оказывается в трясине. Откуда он уже выбраться без посторонней помощи не сможет. И несчастного ждет ужасная участь. К слову, исследователи Васюганских болот обнаружили любопытный и несколько пугающий факт. Засасывая тела людей, сбившихся с тропы и не сумевших выбраться из трясины, болота способны сохранить их тела в нетленном состоянии. Безусловно, некоторые изменения все же происходят. Однако, в целом, даже спустя годы, на этих телах можно рассмотреть порезы и синяки, или, скажем, изучить содержание желудка, что крайне необходимо, например, судмедэкспертам. А происходит подобный эффект в результате реакции продуктов разложения торфяного мха с азотом и кальцием. С точки зрения археологии, болота Васюганской тундры почти не изучены. Зимой подобные изыскания невозможны, а летом им препятствует топь и кровосущий гнус. Но, судя по всему, когда-то давно здесь жили люди древних культур. Они жили в полуземлянках, занимались скотоводством и охотой. Ловили рыбу и хоронили покойников головой на северо-восток. При этом клали в могилы родичам бронзовые кинжалы, топоры, украшения из костей в виде змей и медведей, а также серьги, височные кольца, кувшины и круглые шары. Считается, что в самих болотах могут находиться останки их древних могильников. Здесь часто находят так называемые личины Васюгания. Бронзовые ритуальные маски, созданные в первом тысячелетии нашей эры. Ученые спорят об их предназначении. По одним сведениям, местные жители надевали их на тряпичных кукол, в которые якобы вселялась душа покойника. А по другим личины использовали во время похорон. Также на болотах можно найти заброшенные деревни. На территории Васюганских болот люди уже давно не живут. Последние деревни перестали существовать в 70-х годах прошлого века. Но остались дома и даже улицы. По легендам, здесь где-то есть и заброшенный монастырь, до которого трудно добраться. А в самых непроходимых дебрях болот говорят, обитает медведица-людоедка. И кто заходит на ее территорию, назад больше не возвращается. Вообще, у местных здесь такие поверья, что если вас съел медведь-людоед, значит, вы сделали что-то плохое, совершили плохой поступок. А для древней культуры селькупов и вовсе медведь было существом божественным. Ему поклонялись, поскольку верили, что после своей кончины человек превращается в медведя. Перед шкурой бурого животного возлагали дары. Ему оказывали различные почести, танцевали перед ним, пели и даже целовались. А убив это животное, перед ним извинялись. Васюганские болота это удивительное место, которое до сих пор остается малоизученным и загадочным для людей. Скрытые тайны и необъяснимые явления манят смелых и любопытных в эти непроходимые трясины. Одним из секретов болот считаются аномальные явления, наблюдаемые в этом месте. Некоторые ученые предполагают, что причиной таких аномалий может быть высокое содержание радиа и других веществ в почве, которые излучают радиацию. Путешественники, побывавшие здесь, рассказывают о странных сбоях компасов, электронных устройств и странном поведении диких животных. Одним из аномальных явлений являются блуждающие огни на болотах. Долгое время никто не мог объяснить природу этого явления, но сегодня ученые это объясняют достаточно просто. Блуждающие огни на болотах это не что иное, как горящий фосфористый водород. Дело в том, что трупы людей и животных содержат фосфорные соединения, которые под давлением воды разлагаются и, так сказать, поджигают выходящий на поверхность болотный газ. Так и образуется над водой бледно-голубое мерцающее свечение, прозванное в народе свечами покойника. Тем не менее, некоторые уставшие и напуганные путешественники, которые решили покорить это огромное болото, принимают ночью по ошибке эти огоньки за свет расположенных на берегу домов и, направляясь к ним, чаще всего тоже оказываются в ловушке коварных болотистых вод и попадают в коварную трясину. Еще одна загадка, на этот раз необъяснимая. Это возникновение необычных огромных белых кругов, о происхождении которых до сих пор нет никаких данных. Еще в 1980-е годы многие вахтовики, пролетая над васюганскими болотами на вертолетах, замечали на них белые ровные круги непонятного происхождения. И, конечно же, впечатлительные, к тому же прекрасно осведомленные о репутации этих мест, люди тут же сделали вывод, что белые круги на болотах оставили инопланетяне. Ну, конечно же, кто же еще? Также местные рассказывают, что в районе Васюганских болот в Томской области живут полулюди, полузвери. Их часто видят охотники и жители окрестных деревень. Один из жителей Томской области рассказывал, что во время одного из ночлегов на Васюганских болотах Он разжег костер и стал заваривать чай. Вдруг из соседнего леса вышло нечто. Смесь человека и обезьяны ростом по два с половиной метра. Все в шерсти. Странное создание выставило перед собой руки и как бы сказала, что никого не тронет. Но человек испугался и выстрелил. По его словам, когда потекла кровь, он с ужасом заметил, что она была не красного, а голубого цвета. Домой местный житель пришел седой и больше на охоту не ходил. Сразу хочу подчеркнуть, чтобы меня никто не называл сказочником, что я лишь констатирую те факты, о которых мне известно. А верить или нет, это право каждого. Лично я, так же, как и вы, мало верю в эти легенды. И какой бы удивительной ни казалась эта история с охотником, похожие случаи рассказывает и множество других охотников. И не только в Томской области, но и в других регионах России. и видит, подошел человек, мужчина, весь в шерсти, и он видит только его на лицо, лицо в шерсти, на нем иний, покрыто инеем. И этот человек, мужчина, начинает руками показывать отцу, чтобы тот выходил из машины. Одни вспоминают, что слышали и видели людей, которые живут в тайге и могут копировать когда-то услышанные голоса. Другие же уверяют, что даже гонялись за такими существами, однако те уходили от них, легко растворяясь в тумане. Сказать определенно, живут ли в томских болотах непонятные существа или это байки местных жителей, пока не берется никто. Скептики уверяют, что подобные рассказы не более чем тщательно продуманный рекламный ход, направленный на привлечение в северные районы туристов, которые охотно будут искать места обитания и следы мохнатых существ, а также раскупать сувениры с их изображением. Многие высказывают мнение, что это не что иное, как близкий родственник кузбасского Йетти. Пользователь предположений говорят не только совпадающие внешние характеристики, мохнатый, высокий, ходит на задних лапах, но и то, что северные районы Томской области, а особенно ее болотистые местности, до сих пор мало изучены и труднопроходимы, а значит вполне могут стать местом жительства снежного человека. Но несмотря на все опасности и загадочность, Васюганские болота продолжают привлекать путешественников и исследователей со всего мира, которые стремятся ощутить на себе дикий и непокорный дух сибирской природы. Однако посещение этого эксклюзивного места требует особой осторожности, а также специального пропуска от местных властей, поскольку, как я говорил ранее, Васюганские болота признаны заповедником, так что посещение его без разрешения нарушение закона. Путешественники, желающие посетить это уникальное место, должны подготовить качественное и надежное снаряжение, теплое нательное белье, водонепроницаемую обувь, рюкзак, палатку, спальный мешок и запас продовольствия на несколько дней. Кроме того, они должны быть готовы к встрече с насекомыми, змеями и другими дикими животными. Так как Васюганские болота находятся в северной части Западной Сибири, вокруг водоемов нечего посетить, кроме обветшалых построек, ликвидированных в советское время деревень. Зато есть что посмотреть в областях, территории которых занимают болота. Более развитые части регионов предлагают посмотреть другие памятники природы и архитектуры. Например, в той же Томской области особый интерес представляют многочисленные музеи. В Новосибирской области для любителей активного отдыха интерес представит низменность Бараба, о которой также ходит множество легенд. А также живописные Бердские скалы. Это природный памятник, который находится в Новосибирской области. Рядом с селом Новоседово. Это огромный скальный участок, растянувшийся вдоль реки Берди. В 2000 году природный памятник стал заповедной территорией областного масштаба, благодаря своей уникальной экологической системе, особенностям растительного и животного мира. И эти скалы заслуживают отдельного ролика. Может быть в будущем мы еще к ним вернемся. А также нельзя не упомянуть и целебное горькое озеро, которое располагается приблизительно в 500 километрах от города Новосибирска, на границе Баганского и Купинского районов. Озеро находится недалеко от деревни Новоключи. Поэтому местные жители, как правило, называют это озеро не Горьким, а Новоключевским. Расположено озеро в лесостепной зоне. Оно имеет практически круглую форму, диаметром около 500 метров. С 1898 года озеро Горькое в Новосибирской области известно своими лечебными свойствами, действия которых направлены на лечение органов дыхания, заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи. А главной гордостью этого озера является соль, концентрация которой в воде водоема такая большая, что даже в состоянии покоя взрослый человек здесь легко держится на плаву. Озеро имеет песчаное дно, покрытое черной липкой сульфидной грязью, слой которой достигает 40 сантиметров. На сегодняшний день озеро Горькое признано памятником природы. Но в последнее время на территории озера часто встречаются случаи браконьерства, для борьбы с которыми местные власти организовали охрану данного водоема вооруженными силами. Хотя на Восюганских болотах почти нет населенных пунктов и хозяйственная деятельность здесь минимальна, человек все же наносит вред уникальной и довольно хрупкой экосистеме. Среди экологических проблем региона можно отметить вырубку лесов, добычу торфа, разработку нефтяных месторождений, браконьерство и другое. С разработкой здешних месторождений связано и негативное воздействие на почвы вездеходного транспорта, а также разливы нефти и прочие неблагоприятные факторы. Также серьезную проблему создают и падающие здесь вторые ступени ракет, которые запускают с космодрома Байконур. Эти ступени загрязняют территорию веществом гептил, обладающим сильным токсичным действием. До недавнего времени не предпринимались почти никакие попытки по охране этого уникального природного ландшафта. И лишь в 2006 году на востоке Васюганских болот был создан заповедник Васюганский. Об этом мы уже говорили ранее. Значимость Васюганских болот для земной экосистемы просто неоценима. Это место имеет невероятную ценность для всей нашей планеты и должно быть сохранено для будущих поколений. Васюганские болота, как и другие торфяные болота Сибири, представляют ценный и уникальный биоразнообразный мир, выполняющий важнейшие и уникальные экологические функции, которые оказывают влияние на состояние нашей атмосферы. И цель человека беречь эти уникальные болота. Вот только сам человек совсем не ценит ту планету, на которой является всего лишь гостем. И экология Земли продолжает ухудшаться по его вине. Берегите природу, и она вам обязательно улыбнется. Ну а наш выпуск подошел к концу. С вами был Юрий и канал Ишимский Странник. А куда же мы отправимся с вами в следующий раз, вы узнаете в следующем выпуске. Пишите комментарии, ваши пожелания. Это стимулирует меня снимать мои ролики и дальше. Кто не подписался, подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик. Это поможет вам получать все уведомления от моего канала. Ну все, пока-пока. Пока-пока. Субтитры